Здесь вот надпись «Лефорт», похоже, что сделанная вольтеровской рукой. Если бы можно было сравнить эти чернила с вольтеровской записью вот здесь вот. Ну что ж, вот задание для лаборатории получено. Это почерковическое исследование, где предстоит соотнести письмо одной записи с письмом другой. Вот сейчас оно начнет прикасаться к письму, которое, возможно, окажется письмом вольтера. Этим документам более двух с половиной сотен лет. А исследователи продолжают находить в них новые факты и подробности работы вольтера над биографией Петра Великого. Эта книга стала первым научным трудом о Российской империи эпохи Петра. Конечно, Вольтера в каком-то смысле можно назвать агентом российского правительства. Согласие Вольтера объясняется прежде всего его личным интересом к Петру, а вовсе не раболепием перед российскими властями. Вольтер в любом случае рассчитывал переиграть и Петербургский двор, и Шувалова. И, конечно, в конечном счете у него это получилось. Почти 20 лет понадобилось Вольтеру, самому ироничному и скандальному интеллектуалу эпохи просвещения, чтобы написать историю Российской империи при Петре Великом. Все эти годы плелись интриги, бурлили страсти. Но даже когда сочинение, наконец, попало к читателям, детективные приключения продолжались. Книгу запрещали, похищали, за ней охотились, ею зачитывались. Такой России и такого Петра Европа еще не знала. Российская национальная библиотека, прежде императорская и публичная, расположена рядом с памятником Екатерине Великой. И это соседство не случайно. Именно императрица в свое время поддержала идею создания первого в России общедоступного книгохранилища. Сегодня это особо ценный объект национального наследия, который сохраняет редкое по своему богатству собрание книг, инкунамбл, старинных гравюр, карт, рукописей. Из года в год оно пополнялось новыми бесценными изданиями. Так, в середине XIX века сюда перекочевала уникальная коллекция Эрмитажа, в том числе личная библиотека Вольтера. Хранительница Вольтеровской библиотеки Наталья Спиранская отмечает исключительную прозорливость Екатерины II в истории приобретения этого собрания. После смерти Вольтера она писала своему литературному и политическому агенту в Европе, барону Гримму, «Приобретите мне все, что осталось от его книг и бумаг у его племянников, наследников, которые, я полагаю, не знают всему этому цены». Довольно быстро выяснилось, что племянники очень хорошо знали цену, и были сложные переговоры. На успешный исход сделки повлияло и скандальное обстоятельство. Вольнодумцы хоронили тайно. Церковь отказала ему в христианском погребении. Переговоры шли с его наследницей, племянницей, мадам Дени, которая также писала о том, что здесь во Франции ему пожалели, как она писала, двух лопат земли, а российская императрица готова возделить ему некий монумент, и поэтому я уступаю эту библиотеку. При этом она очень настаивала на том, что она дарит библиотеку. Ни в коем случае она не продает национальное достояние за деньги. Так называемый «дар» обошелся российской казне в 30 тысяч рублей золота, не считая мехов и бриллиантов. Но собрание того стоило. Библиотека Вольтера – это одна из ценнейших коллекций. И кроме того, она представляет собой памятник культурной политике Екатерины II, потому что только благодаря тому, что она приобрела эту коллекцию, эта библиотека сохранилась единственная из французских библиотек XVIII века, сохранилась целиком. По Вольтеровской библиотеке можно составить общее впечатление о том, что читали просвещенные люди XVIII века. Но было в ней и нечто особое. Обширная коллекция россики – книг, написанных иностранцами о России. Это у нас путешествие Адама Алярия, знаменитого немецкого путешественника XVII века. Адама Алярия путешествовал в Россию во времена царя Михаила Федоровича Романова, что, безусловно, не могло не привлечь внимания Вольтера. Закладки эти хранились в этой книге из его библиотеки. Закладки эти выглядят не так уж притязательно, но, тем не менее, вот этот кусочек бумажки, который держал в руках сам Вольтер, и которым он закладывал, соответственно, интересные для него места. Вольтер не просто читал книги, он с ними кропотливо работал. По свидетельству его секретаря, писатель мог по памяти указать тон и номер страницы, где находилась нужная ему цитата. Вот такой настоящий бестселлер XVIII века, сочинение Аббата Антонио Катифора «Жизнь Петра Великого». Мы можем разократить внимание, что читал он ее очень внимательно. Вот не знаю, насколько здесь видно, она практически вся испечлена вот его карандашными пометками. Нота Бене, Нота Бене. То есть он очень внимательно ее читал. Закладка Вольтера с надписью «Полтава». И, соответственно, он для себя отмечает описание «Полтава», закладывает и явно впоследствии пользуется этим уже для создания своего собственного описания «Полтавской битвы». Когда и при каких обстоятельствах возник этот интерес Вольтера к России и Петру Первому? Подсказку можно найти в отделе картографии Российской национальной библиотеки. Здесь хранятся топографические планы новой русской столицы Санкт-Петербурга, напечатанные по заказу Петра во Франции. Или как вот этот великолепно оформленный план в Берлине? Зачем же потребовались эти гравюры русскому двору? План как раз и служил в рекламных целях для того, чтобы показать, насколько растет, развивается новая столица российского государства. В Берлине план украшен картошем, который взят из гравюры Зубова. Петр на целых два года отправился в большое европейское турне. В 1717 году он прибыл в Париж. 300 лет назад, так же, как мы, эти образцы картографии разглядывали вельможи французского королевского двора. Русский монарх старался показать новую Россию в лучшем свете. Да он и сам по себе производил сильное впечатление. А Петре, не переставая, судачили во дворцах и салонах. А парижане ходили за ним толпами. Свидетельства времяпрепровождения Петра I в Париже хранятся в фондах Государственного исторического музея. И это редкая удача – увидеть то, что обычно находится за семью печатями. Перед нами документ из собрания архива Борячинских, в котором Петр распоряжается, чтобы его приказчик произвел измерение огорода Версальского, цитируя, по приказу его величества, когда мерил огород Версальский от палат, дворца имени всего, до пруда и заплатил местным рабочим два ливра десять копеек. Это, казалось, маленькая запись свидетельствует о том, что он, как бы говоря, прикидывал будущий наш знаменитый Петергоф, находясь непосредственно в Версалии. То есть основой все-таки послужил Париж. Мы считаем, что мы даже превзошли в чем-то его. Это наша точка зрения. В том же документе, который я только что вам читал, написано было банщику заплачено за сено, на котором брона баня, вот так и написано в старинный оборот, брона баню на подстилку полов и замыла два ливра двадцать шесть копеек. Это та легендарная баня, которая была построена специально для Петра. Предпочитали строить свое, а не пользоваться чужими банями. И для Петра была построена по преданию в Версале собственная баня. Петр Первый удивил не только баней. Он не по-королевски интересовался работой фабрик, вступал в разговор с мастеровыми и учеными, вербовал в Россию нужных стране специалистов, присматривался к технологическим новинкам, а к нему присматривался весь Париж. Богатырь, свыше двух метров ростом, человек, не любящий роскоши, он любил, чтобы мы накрывали скромным столом, наливали кружку пива, отказывался от придворных яс, отказывался от этикета. Это уже производило необычное впечатление, на французов, привыкших к утонченной роскоши. Спустя годы визит русского монарха в Париж вспоминал и Вольтер. Не оттуда ли интерес к великим деяниям Петра Великого? Саратовский государственный прежде императорский университет. Один из ведущих исследовательских центров страны. Профессор университета Сергей Мезин, эксперт по истории русско-французских культурных связей 18 века и переводчик Вольтера, указывает на любопытную деталь. Вольтер утверждал, что лично встречал русского царя на улицах французской столицы. Он говорил, что я видел его бегающим по парижским лавкам, но не думал тогда, ни он, ни я не предполагали, что я стану его историком. На самом деле, может быть, Вольтер говорил это даже для красного словца, потому что реальные события были таковы, что когда Петр приехал в Париж, буквально через несколько дней Вольтера посадили в Бастилию. А первые дни Петр Первый не бегал по парижским лавкам. Но затем очень интересно, что резиденция, в которой жил Петр Первый, отель Ледигер, она находилась непосредственно под окнами Бастилии. Так что, в принципе, Вольтер мог бы видеть Петра. И вообще весь Париж очень интересовался Петром, поэтому я думаю, что уже тогда какой-то интерес возник у Вольтера. Петр же искал во Франции новые идеи украшения своей столицы. Основательно изучил парижскую архитектуру и был впечатлен мастерством французских зодчих. Леон. Третий по величине город Франции и крупный университетский центр. Когда в 1777 году здесь побывал русский писатель Денис Фанвизин, город напомнил ему Петровскую столицу. И действительно, Петр Первый после визита в Париж взял за образец именно французскую архитектуру. Специалист по литературе 18 века, историк Мерти Мерикамборде говорит об обстоятельствах, при которых у Вольтера появился серьезный научный интерес к биографии Петра. Сначала Вольтер заинтересовался жизнью и деяниями шведского короля Карла XII, главного противника Петра. Именно в процессе работы с документами для истории Карла XII Вольтер понял, что Петр представляет для истории гораздо больший интерес, чем шведский король. В отличие от Карла XII, героя, воина, для которого основным занятием были кровопролитные сражения, Петр Первый был не только воином, но и прежде всего великим человеком, политиком. Он думал о своей стране и ее будущем и, по мнению Вольтера, приложил все усилия для модернизации России. В истории Карла XII Вольтер попытался объяснить, почему потерпел поражение этот мужественный солдат и как смог одержать победу русский царь. Писатель детально изучил все сражения Северной войны. Эти кровавые баталии мы можем представить по уникальному изданию, составленному по указанию Петра Первого. Марсову книга действительно наше богатство. Это тексты реляций и гравюры с видами городов и ланы крепостей, которые брали русских, шведов в течение Северной войны. Петра Первого. Вот, например, Калиш. Вот портрет Петра. Здесь текст реляций или журналов подемных, которые сопровождали военные действия. Эта книга первый опыт военно-технической литературы вообще. И это источник по истории эпохи Петра Первого. Петру было настолько важно запечатлеть для истории победы над Карлом XII, что он возил с собой мастеров-граверов. И те, как военные корреспонденты, скрупулезно фиксировали ход сражений, расположение войск, фортификационные сооружения. Здесь есть и Полтава, и Рига, и Ревель, и Динамюнды, Пярну. Ну, тут фигурирующие как Пярнов. Эти сражения описывает и Вольтер в книге о Карле XII. Но он создавал не военную хронику. Ему важно было написать поучительную историю. Вот Карл XII воевал ради войны, а Петр I воевал ради своей страны, для ее пользы. И в этом он видел очень большую разницу между этими героями. Поэтому главным положительным героем истории Карла XII несомненно был Петр I. История Карла XII принесла Вольтеру громкую славу. Только при жизни писателя книга переиздавалась 60 раз. И от издания к изданию менялся образ русского царя. Вот сначала он у него был совсем такой ходульный герой просвещения, вот герой, цивилизовавший свою страну, преобразовавший его. Потом вот он немножко добавил человеческих качеств, даже в истории Карла XII он стал более живым человеком. В новом издании истории Карла XII он добавил Петру некоторые отрицательные черты. Побольше жестокости, побольше тирании. Прямо сказал, что это самый деспотичный из монархов. В переписке с наследником прусского престола, будущим Фридрихом Великим, Вольтер называет Петра варваром, но с важной оговоркой. Но это был варвар, который сотворил людей. Это варвар, который покинул свою империю, чтобы учиться царствовать. Это варвар, который поборол свое воспитание и свою натуру. Он основал города, он соединил моря каналами, он научил морскому делу народ, который не имел о нем понятия. Он даже хотел вести общество среди людей. В ходе многочисленных доработок истории Карла XII у Вольтера возникает идея написать историю Петра, государственника, который заставил огромную страну жить по-новому времени. Но какой станет эта книга? В будущем труде Вольтер откажется от подробностей частной жизни. В центре внимания будет преображенная монархом Россия. И вот эта фраза, которая как бы определила всю дальнейшую тактику Вольтера. Я не буду скрывать его ошибки, но я превознесу, как только смогу, не только то, что он сделал великого и прекрасного, но и то, что он хотел сделать. То есть Вольтер был уже готов идти даже на идеализацию царя. Отличный повод взяться за историю Петровского времени у Вольтера появился в 1741 году. На российский трон зашла дочь реформатора Елизавета Петровна. К тому же в начале ее царствования в отношениях России и Франции наступило некоторое потепление. Все складывалось для историка более чем удачно. Он пытается наладить контакты с императрицей Елизаветой и обращается к ней с просьбой разрешить ему описать жизнь ее отца. Однако с ее стороны не последовало никакой реакции. Ее сановники очень вежливо отказали Вольтеру. Слишком он был острый на язык, слишком свободолюбивый человек. И вообще русским показалось, что историк Карла XII не должен быть историком Петра I. Сановники ошиблись. Именно Вольтеру предстояло стать первым историком Петровской эпохи. При дворе Елизаветы уже появился тот, кому суждено было решить судьбу Вольтеровской книги. Звали его Иван Шувалов. Правда, роль у него пока малозаметная. Камер-паш императорского двора. В этой должности его запомнила будущая императрица. А пока молодая супруга-наследника престола Екатерина Алексеевна. Она видела его часто с книгой в руках. И вот этот образ человека, молодого человека, пажа, который как-то сторонится шума придворного света, уже тогда обнаруживает в себе склонность быть больше и ближе к книгам, чем к людям. Это очень интересно. Но вряд ли это может быть хорошим инструментом для придворной карьеры. И вот этот человек, который привлек сначала внимание Екатерины своей любовью к книгам и одиночеством, на которое он сам жаловался ей, вдруг становится вторым лицом в империи. Будущий основатель Московского университета и Петербургской академии художеств, меценат, который много сделает для отечественной науки, искусства и просвещения, Иван Шувалов в 22 года, как тогда говорили, попал в случай, стал фаворитом императрицы. В стенах этого особняка в середине XVIII века вершились важные государственные дела. За пару веков он претерпел серьезные изменения, но до сих пор известен как Шуваловский. Благодаря Шувалову получила развитие и вольтеровская история. Поспособствовала этому Семилетняя война. Ее развязала в 1756 году Пруссия и бывший друг Вольтера король Фридрих II. В антипрусскую коалицию вошли Австрия, Франция, Швеция и Россия. Это естественно привело к тому, что и пропагандистская война началась, появляются памфлеты антироссийские, в которых есть и антипетровская тема. То есть Петр Великий становится объектом пропагандистской атаки. Достаточно жесткой, и это сразу вызывает необходимость как-то ответить. Кто имеет самое сильное влияние на европейские умы, как не Вольтер? Кто может восславить Россию и Петра лучше Вольтера? Тем более, что когда-то первый писатель эпохи просвещения сам предлагал цитата «воздвигнуть памятник во славу Петра на французском языке, на коем говорят почти при всех европейских дворах». Шувалов через послов передал Вольтеру заказ на книгу, то есть фактически предложил ему стать пропагандистом России. И Вольтер согласился. Даже если относиться к этому труду как к заказному, по моему мнению, согласие Вольтера объясняется прежде всего его личным интересом к фигуре Петра, а вовсе не раболепием перед российскими властями, как об этом часто думали. Он же воскликнул, я 30 лет ждал этого предложения, дождался, дождался, вот он предложил снабдить его материалами, вступил в переписку с самим Иваном Ивановичем Шуваловым и принялся за работу, принялся очень энергично. Вольтер рассчитывал построить свой труд на документах из Петровского архива. И здесь роль Шувалова была очень важна. Именно он санкционировал отправку сотен справок и переводов французскому писателю и встретил глухое сопротивление. Письмо Ломоносова Ивану Шувалову 2 сентября 1757 года написано в ответ на сообщение о том, что Вольтеру заказано сочинение «История России при Петре Великом». К всему делу по правде господина Вольтера никто не может быть способнее, только о двух обстоятельствах несколько подумать должны. Первое, что он человек опасный и подал в рассуждение высоких особ худые примеры своего характера. Второе, хотя довольно может он от нас получить записок, однако перевод их на языки ему знаемой великого труда и времени требует. вот как раз этим и занимались академики, в том числе и Ломоносову пришлось этим заниматься и Миллеру, в первую очередь Миллеру. Герард Фридрих Миллер или как его Федор Иванович называли в России, он был действительно знаток документов, архивных документов и в том числе документов Петровского времени. Наши ученые-мужи открыто возражать Шувалову не рискнули, но и не горели желанием помогать Вольтеру. Ломоносов очень ревниво относился к этому монарху, это был для него непререкаемый герой. Тот же Миллер, конечно, считал, что он не хуже Вольтера мог бы справиться с этой задачей, а тут он вот, так сказать, на вторых ролях должен был поставлять Вольтеру этот материал. Так начался новый виток истории, который длился целых шесть лет. Но давайте ненадолго отвлечемся от этого противостояния ученых-мужей. Саратов, город Петровский. Петр I со своей флотилии спускался по Волге мимо этих берегов во время Азовских, а потом и Персидского походов. А в 1722 году почтил посещением и город, и этот Троицкий собор. Но мало кто знает, что Саратов мог бы стать еще и Вольтеровским. В 60-е годы 18 века, когда императрицей стала уже Екатерина II, она пригласила в Поволжье иностранных колонистов. Социальный эксперимент русской императрицы Вольтер воспринял с большим энтузиазмом. Вольтер, который был горячим адептом, он горел этими идеями цивилизации, трансплантации культуры, для него вот этот вопрос колонизации был очень важным. И в переписке с Екатериной этот сюжет поднимается. Екатерина хвалится, любила, что ее саратовская колония процветает, что в ней уже 27 тысяч человек живет. И Вольтер ей комплементарно отвечает, если бы я был молодым, я бы перевел свою фабрику часов в Саратов. То есть он очень хотел, чтобы Екатерина еще делала заказы на его фабрику, что, наверное, ему бы приносило определенные доходы. Бизнес-проект Екатерина не поддержала. Она сделала для Вольтера больше, сохранила о нем память. Напомним, именно она купила после смерти Вольтера его библиотеку и этим сохранила для отечественной науки бесценные документы, посланные Вольтеру из Петербурга. Записка Шувалова на письмах Петра, памята Вольтера «Россия», какой-то документ, который вот был сложен в четыре раза и он подписал Руси. Эти рукописи никогда не выставляли на всеобщее обозрение. А теперь представьте себе, что за каждым документом стоит история, которую предстоит разгадать. Описание Камчатки, сокращенный перевод описания земли Камчатской Степана Крашенинникова, это было первое научное описание диких земель на русском языке. Здесь Вольтер делает пометку. Это его любимая мысль о том, что нет никакой возможности заставить все народы быть христианскими или даже предполагать, что они могут быть таковыми. Камчатка большая страна, обширный край, ни хлеба, ни вина, как служить мессу. Еще одна записка Шувалова. Записка для истории Петра Великого это история персидского похода Петра. Рукой Вольтера Персия и снова записка Шувалова. Это простой журнал персидской компании, из которого очень немного автор сможет использовать для своего сочинения. Однако же именно из этой записки Вольтер составил свое описание персидского похода Петра. Некоторые оригиналы, из которых был сделан перевод на французский язык утеряны. Так, не сохранилось русского оригинала очерков о стрелецких бунтах, написанных Ломоносовым. И только с помощью вольтеровских бумаг можно восполнить пробелы Петровского архива. Цены этим документам нет. Здесь исторические очерки, этнографические, географические материалы, таблицы, записки о истории русской церкви, материалы по до Петровской Руси. Среди этих документов мы можем видеть их немного, но они совершенно уникальны. Блок оригинальных писем дипломатов Петровского времени. Прослышав о новом проекте Вольтера, прусский король Фридрих Великий саркастично заметил. Француз взялся писать историю сибирских волков и медведей. Сарказм Фридриха понять. В ходе Семилетней войны войска дочери Петровой одерживали над ним победу за победой, пока не взяли Берлин. Вольтер же продолжал изучать Россию. Сегодня исследование чернил является одним из наиболее важных направлений в изучении рукописных памятников. Собственно, почему нам это так важно? В зависимости от химического состава чернила по-разному ведут себя в разных областях спектра. Сейчас вы увидите одно из наиболее интересных исследований, которые мы можем проводить с использованием узкополосных светофильтров. Часть текста была закрашена. Соответственно, видимость в зоне спектра, то есть той, которая воспринимается человеческим глазом, мы не видим затертую часть текста. Для наших исследований мы используем монохромную спектрозональную камеру, которая изначально была приспособлена для астрономической фотосъемки, а также ряд узкополосных светофильтров, в частности, на 1000 нанометров. При использовании узкополосного фильтра на 1000 нанометров текст, который под зачеркиванием становится виден, в то время как надпись сверху оказывается полностью проницаемой. То, чем занимается лаборатория, называется историческим следовидением. Следы это все. Следы это капли воска на страницах, сами страницы это следы, следы технологии, следы тех, кто отливал бумагу, а чернила, следы мастера-чернильщика, это живое материальное прошлое. Никакого другого прошлого с нами нет, все остальное это наши схемы, наше построение, наши мечты и выдумки о прошлом. Так же, как и эти записи, из-под наслоений времени проявляются захватывающие подробности рождения вольтеровского труда. Это была первая книга Петровской эпохи, основанная не на байках и анекдотах, а на архивных документах. Последние 20 лет своей жизни Вольтер провел в Ферне, городке на границе Франции и Швейцарии. Макет дома доставили в Петербург вместе с его библиотекой. В Фернейском замке была написана большая часть истории Российской империи при Петре Великом. Но работал он много, несмотря на то, что уже достиг преклонного возраста. Правда, у него был большой опыт, высокая работоспособность. Он писал начисто, мало переделывая первоначальный текст, поскольку владел слогом и хорошо знал, как и что писать. Поэтому то, что выходило из-под его пера, с самого начала было вполне качественным. Вольтер мог трудиться по 18 часов в сутки, были бы документы. Однако они начали поступать из России только через полтора года. Но он уже начал работать над книгой, не дожидаясь прибытия этих документов. За шесть месяцев 1757 года он написал половину своего труда. Подготовленную рукопись фернейский мудрец отправил в Петербург Шувалову. А тот привлек в качестве рецензентов Ломоносова и других русских академиков. Корреспондентов разделяли тысячи километров. Часть пути была охвачена войной. И эта переписка вскоре тоже стала походить на сражение. Академики упорно отстаивали свою правоту. Вольтер на правку реагировал едкими репликами и не желал идти на уступки. И вопреки тому, что он сам писал чуть ли не в каждом письме, обращаясь к Шувалову, что я лишь ваш секретарь, пишите вы, Шувалов, господин Шувалов, а не я. Мне лишь нужны материалы. Но когда Шувалов предпринимал деликатные попытки обозначить необходимость внесения каких-то изменений, Вольтер Вольтер на них просто не соглашался. И речь идет не только о таких мелочах, как правописание собственных имен, но речь шла о таких важных эпизодах истории, как дело царевича Алексея, например, история супруги Петра Великого, Марты Скавронской, впоследствии Екатерины Первой. Подробности жизни Марты Скавронской Портомойки, как пренебрежительно называли императрицу, недвусмысленно намекая на ее низкое происхождение, Вольтер обошел стороной. Настоящим же камнем преткновения для писателя и его рецензентов стал эпизод казни царевича Алексея, сына Петра. Вольтер очень трудно было, поэтому вопросом он очень много общался с Шуваловым, как объяснить казнь, такое жестокое наказание царевичу, который, как писал Вольтер, не совершил преступления, а не более чем, может быть, только замышлял его. То есть он не за дело и он за намерение, за намерение, которые не были осуществлены. И это большой парадокс. Он будет оправдывать приговор царевичу и судебный процесс над ним с участием представителей церкви, а в итоге оправдает и его смерть во благо России. Почему? Потому что, по мнению Вольтера, царевич Алексей не разделял помыслов отца и, вошедствии его на престол, отбросило бы Россию в прошлое. Философский смысл, который Вольтер предавал истории, позволил ему оправдать вынесенный Петром Первым приговор. Но он также не отрицал, что этот поступок отца по отношению к сыну проявление варварства. Конечно, он не принимал того апологетического тона, который в значительной степени ему навязывался из Петербурга. Тем не менее, он не мог с такой свободой и яркостью писать об отрицательных чертах Петра. Иногда академикам приходилось поправлять излишне идеалистические пассажи французского историка в описании Петербурга, например. Изображая прекрасный город, возведенный волей Петра на диком необжитом месте, Вольтер хотел поразить европейских читателей. Он с восторгом живописал чистые улицы, освещенные фонарями, великолепные каменные здания, благоустроенную набережную. Ему пишут, да нет никакой набережной пока еще, да, и летний дворец совсем не шедевр архитектуры, ему русские критики пишут, и казармы еще пока деревянные, так что здесь Вольтер перехвалил, перехвалил. Фантазии Вольтера имели заурядное объяснение. Материалы по Петербургу Петровскому времени к Вольтеру просто-напросто не пришли, их украли, как и гонорар за первый том. А с самим первым томом произошла и вовсе детективная история. Вольтер отправил Шувалову экземпляр для одобрения, но он не дошел, а вскоре просочилась ошеломительная новость. В Голландии готовится к печати новое произведение господина Вольтера. Выяснилось, что текст по дороге украли. В Европе 18 века книги были в большой цене, уладили дело с трудом. Но искушать судьбу и месяцами ждать реакции петербургских критиков Вольтер не стал. Охотились, охотились за его произведениями, и поэтому именно поэтому он отпечатывает первый том, не дожидаясь одобрения в Петербурге. Позже, уже во втором томе, Вольтер все же поместил некоторые исправления к тому первому, устранил ошибки в именах и названиях, некоторые географические ляпы. Но из 500 замечаний академиков к обоим томам писатель принял во внимание только 70. Остальные счел незначительными придирками. Вольтер и его русские критики расходились во всем. Вот абсолютно во всем. И в первую очередь даже вот в понимании науки истории. Вольтер считал, что он пишет философскую историю. Истории вот творения нового народа, цивилизации России. И если даже где-то допускается неточность, это не важно. А для русских академиков они занимали другую позицию. Они стояли на позиции эрудитов 18 века. То есть для них самое важное был факт. Самый мельчайший факт. Вместо собрания фактов, а именно такой вид имели существовавшие тогда традиционные произведения России, Вольтер развивает философский подход. И его философский подход заключается в том, что по воле случая в России появился великий человек, благодаря которому Россия вступила в современную эпоху. Вольтер использовал петровские документы, но игнорировал несущественные, как он считал, подробности. Своё историческое полотно он писал широкими мазками, знал, что может понравиться европейской публике и не ошибся. История Российской империи при Петре Первом пользовалась большим успехом. «Ваше перо стоит целой армии», писал довольный Шувалов автору. Вольтер сам с удовольствием отмечал, для него это было важно, что французские власти отнеслись нормально к его труду, что благосклонно отнесся к его труду Людовик XV, что мадам Пампадур прочитала и похвалила, но раздались и критические отзывы. Даламбер, в частности, сказал Вольтеру, «Вы написали портрет Петра Первого в профиль, и это именно так». Потому что ожидали увидеть драматическое столкновение противоречивых сторон Петра, его нецивилизованность с одной стороны и его гений с другой. Вольтер не мог быть так свободен в изображении его отрицательных черт. А Руссо заметил Вольтеру, что Петр Первый совершенно не принимал в расчет особенности характера русских, стремясь в своей авторитарной манере сделать из них тех, кем они никогда не были, людей западной цивилизации, вместо того, чтобы создать политический режим с учетом этих особенностей. «Вы меня поразили», писал Шувалов Вольтеру. «Ваш труд намного превосходит то, что я мог бы ожидать. Это великолепное здание, которое вы возвели из простых кирпичей». Ироничное слово «кирпичи» относилось к документам Петровского архива, но именно они помогли сделать книгу настоящим явлением. Споры вокруг фигуры Петра Первого и цены его реформ длятся почти 300 лет, но именно Вольтер открыл счет научным дискуссиям на эту тему. Что было самым главным условием, которое сделало возможным всю эту историю? А отсутствие истории Петра Великого, которая была бы написана до этого времени кем-то в России, такого труда не существовало. В Европе 18 века история Российской империи при Петре Велико выдержала 40 с лишним изданий на всех европейских языках. В России первый перевод Вольтеровской истории появился только в начале 19 века, но ее активно читали по-французски в оригинале, и об этом мы можем судить, потому что она присутствует в каталогах московских и петербургских книгопродавцев, в каталогах частных библиотек. Дальнейшая судьба этого сочинения сложилась в России драматично. Перевод 1809 года оказался единственным, был откровенно слаб и вышел с купюрами. Историю России неоднократно запрещали. Вправление Николая I было закрыто для посещения и библиотека Вольтера, пороховой склад вольнодумства. Сегодня на новом витке интереса к эпохе Петра, первого императора России, ученые вернулись к этому труду. Группа историков под руководством профессора Мезина работает над его новым переводом. Мне кажется, мне хотелось бы, чтобы интерес общества был к Петровской эпохе. И перекличка определенная есть, потому что вольтеровский взгляд, позитивный взгляд как на героя, как на создателя новой России, он пережил Вольтеру. Как написал Вольтер своему заказчику Шувалову, не предполагая, что когда-нибудь весь его архив окажется в Санкт-Петербурге. «Вы сделали меня русским». В наши дни произошла переоценка и документов, подготовленных российскими учеными для написания этого труда. Эти документы интересны для нас не только в связи с Вольтером, не только в связи с его работой над историей России при Петре. Они представляют собой образцы историописания середины XVIII века. Это как бы срез отечественной историографии этого времени и в принципе это время, когда отечественная историческая наука только зарождалась. В разгар работы над книгой, раздраженной проволочками Вольтер писал «Я заставлю высечь на своей могиле здесь лежит тот, кто хотел написать историю Петра Великого». И все же лучший писатель эпохи просвещения осуществил свой замысел. Его труд стал для Европы окном в Россию, заставив признать место нашей страны в современной европейской истории. Сегодня он дает возможность увидеть историю и деяния Петра сторонним взглядом, а значит, лучше понять и наше прошлое, и самих себя. путешествие и наше событие. Субтитры